всем привет с вами юля сегодня 12 февраля суббота я только закончила на снимать видео о прошлой рукодельной недели и сразу начинаю снимать новую рукодельную неделю так сказать пока настроена карта камера нужно сделать включение показать с чего я начинаю что у меня здесь будет происходить я вам показывала что у меня на предстоит организация масштабного процесса к выставке по этой книге вышивать я буду напомню вам вот такую дорожку вот таких красивых птичек и мне нужно будет конечно все организовать ткани нитки в общем большой серьезный масштаб ну и так как я в общем то в этом году очень активно работаю с моими начатышами у меня должен сохраняться баланс равновесия в моих процессах и так как один процесс у меня начинается мне что-то нужно завершить и я так как-то она сама по подумала с не то что я прямо планировала специально что-то завершить но мне захотелось сделать какую-то малютку так как у меня предстоят предстоит большой процесс и сейчас два больших достаточно вышиваются ангел мира и дименшин с ангельской мелодии него захотелось какую-то вот малышку я бы повышевала мелхилку но мелхилка мимир мелхилков у меня нет поэтому я решила до вышивать от джаз на 8 и восьмиконечную садовую звезду по моему она так называется вставлю вам картинку вот такую звездочку я вышиваю но у меня здесь материалы не по ключу схему мне прислали девочки поделились и я когда увидела у тамары эту звездочку я сразу поняла что я тоже смогу ее сделать и мне захотелось ее сделать и мне сразу в моей моей голове вспомнились две ткани муранки вот такая зеленая вот такая нуга и они мне прям вот вот видите ну легли прям легли шикарные ткани я взялась думала что я быстро справлюсь с этой работой но это не простой дизайн здесь очень много ниток во первых в этом дизайне используются бисеры всего чего хотите вот видите кстати здесь дата когда я начала вот молодец 19 июня вы представляете ну вот нужно срочно завершать тут у меня сделаны замены потому что у меня ткани по ключу она темнее ключ очень богатый видите вот есть даже бленд есть вот тут бисер какой-то ну я найду что-то из своих запасов чего-то я сделаю вот и в общем не захотелось делалось что-то такое маленькое начинать новую без корнюшку плодить процессы не захотела вот вспомнила об этом дизайн это что-то новое я еще такую звезду не делала и мне вот прям загорелась поэтому я что себе тут запланировала я хочу помарафонить не знаю как у меня сложится эта неделя что будет и в общем не знаю буду находить как-то время на этой неделе хочу марафонить у меня вышит один фрагмент тут у меня уже в процессе второй фрагмент сегодня с утра проснулась пораньше думаю по вышиваю вот на этом бедном зайки здесь зайка тоже вышивается в другую сторону здесь вот так вот он скачет а здесь он будет вот тут зайка вот и пять раз тут распустила нет чего-то вот то не досмотрю не оттуда начнут то перепутаю то ряд не дошью в общем какой-то казус этим зайцем пять раз распускала вы знаете когда начинается ты вышиваешь она вот она не идет распускаешь и распускаешь думаешь но хотелось сказать что не время уберу потом нет но 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 нужно взять себя в руки настроиться где у меня там какие неполадки и до вышивать нужно вышить мне 4 блока зеленых два зайцами два там с овцами потом четыре таких же блока розовая ткань потом будет сборка сборка тоже очень интересная это не без корню это будут сшиваться такие вот как бы они уголки я уже не знаю есть у меня тут сборка кстати вот она эта звезда вот одна звезда вот такая вот интересная и вверху звезды должен быть вот такой вот интересный зайчик пин а у меня будет я же вам рассказывал у меня будет вот она моя любимая без корнюшка она сейчас самая любимая какая она красивая а у меня будет петушок у меня будет ферма понимаете мне будет петушок и я хочу съездить в магазин у нас есть магазин с бисером бусинками бижутерия там всякая бижутерия какие такие вот вещи и посмотреть может быть я найду еще чего-нибудь интересного и еще сделал каких-то пинов нет эти пины с простых иголочек очень понравились как они делаются просто и практично удобно они тоненькие вот поэтому у меня пин готов у меня будет петушок наверху и что еще мне нужно из из материалов наполнитель наполнитель я до закажу и нужно еще сюда полипел и пелец полипелец это такие пластиковые маленькие шарики для наполнения игрушек у меня их нет я обзвонила все магазины здесь этого нет здесь игрушками народ не занимается такой ерундой как говорится да и что делать я вот думаю что делать чтобы мистер фикс у вас есть план конечно у нас есть план у меня же есть много бисера которые там китайские разные остатки я буду засыпать бисер тоже и утяжеляет и наполняет тем более мельче он будет хорошо наполнять уголки полипелец сюда нужен вот эти пластиковые шарики нужны чтобы насыпать их в уголочек чтобы уголочек был равномерно наполнен и как бы утяжелялась игрушка вот я использую бисер даже если не хватит бисера я поеду нас продается бисер там пакетами какой-то может быть тоже китайский для плетения там еще чего-то куплю просто пакет огромный бисера какого-то и насыплю сюда бисера вот такая вот я хитренько и вышла из положения вот осталось только вышить и сделать прям вот очень хочется мне какую-то такую новую штучку я вообще люблю мои мои без корнюшки люблю вам постоянно показываю вот они мои красавицы вот это вот просто вышивалась но она такая яркая такая классно вообще солнце огонь вот это на сложно вышивалась эти вышиваются через одну не переплетение на на лугане они сложные но самое сложное было вот это здесь и отделка и отделка металлика вот он этот бэкстич металлика бисер и вот цвета такие схожие когда вышиваешь думаешь почему подсвечивает почему они так похожи эти цвета ну классная вот такая летние весенние яркая вот это называется рассвет а вот здесь не знаю было ли название ли нет не помню мои без корнюшки и это не все мои без корнюшки у меня еще есть мне не так нравится я еще хочу собирать вот эти все без корнюшки вот у меня еще какая из корню это у меня моя летняя полянка я немножко неправильно наверное собрал нужно было взять чучку поменьше но все равно я ее уважаю такой классный цветочек у меня получился с божьей коробкой большая она вот большая видите такая но классная есть у меня вот такая вот морская очень легко вышивалась легко собиралась несмотря на вот такую сложную форму она у меня рабочая у меня здесь иглы видите я ими пользуюсь такие вот у меня здесь без корнюшки ну и конечно буду еще вышивать план много без корню буду по одной по две в год вышивать и потихонечку будет собираться коллекция классного триолис молодцы наш производитель какие красивые интересного что-то выпустил из-за новинок если вы что-то усмотрели пишите мне было бы очень интересно узнать что еще реолис придумает стал бы реолис еще делать и пины вкладывать цены бы ему не было прям вот вообще был бы шикарный производитель хотя он и так отличный вот просто если бы он еще добавил пины кстати производители у меня же не смотрят производители ну вот если бы они решились на такой шаг я думаю что они бы прям супер повысили свои продажи такая вот идея вам бесплатная пожалуйста производители дом задумайтесь вот такие у меня новости на сегодня я отправляюсь заниматься вышивкой монтировать видео увидимся с вами в следующем включении маленькое включение вышиваю я мой джаз на мою восьмиконечную звезду вот он первый фрагмент у меня был вышит вчера я завершила 2 они все немножко разные и вот сегодня я приступила уже к третьему фрагменту здесь у меня овечка и будет еще орнамент цветов вот так по диагонали и нужно будет выжать еще четвертый но к сожалению вот вчерашний день у меня был оказался загруженный сегодня на половину тоже все вот рассчитываю думаю ну вот все как сейчас сяду как вот тут два дня буду вышивать но так не получается ну ладно потихоньку все равно продвигается на этой неделе я хочу максимум времени уделить этому процессу а возможно даже завершить но вот сегодня я дошью третий фрагмент начну наверное чуть-чуть четвертый там посмотрим потом нужно будет также быть выше 4 вот таких фрагмента на другой основе с другим рисунком вот продолжаю работать здесь у меня вот так вот вышиваю на кровати вот так нитки разбросанные потом все буду собирать рабочий процесс продолжаем вышивать итак сегодня среда 16 февраля я продолжаю работать над дизайном от фирмы джаз нам в восьмиконечная садовая звезда ну у меня будет это ферма я думала что я воскресенье и суббота воскресенье очень хорошо по вышивая по марафоне но как всегда появляются какие-то дела суббота у меня получилось вообще очень загруженная поехала по делам и очень сильно задержалась воскресенье как бы тоже не очень много вышивала поэтому я вышла меньше чем ожидала я думала что я суббота воскресенье вот зеленой основой по крайней мере справлюсь но видите уже среда а у меня все еще зеленая основа ну три фрагмента уже готова 4 буду вот сегодня доделывать надеюсь что как-то смогу зашить но в принципе здесь уже немного осталось четвертом фрагменте я думаю что сегодня я смогу завершить завтра наш тост получается остается четверг пятница суббота до три дня я не успею за три дня вышить еще четыре фрагмента придется захватить чью и воскресенье и видео рукодельной недели выйдет позже ну не знаю посмотрим давайте покажу вам поближе эти фрагментики основу я не гладила как есть но она более-менее не сильно мята вот они немножко отличаются эти фрагменты сшиваться будут вот так треугольничком вот так они будут сшиваться поэтому нас на ребре будет вот такой рисунок а с внешней стороны будет виден вот такой зайчик убегая чик и поэтому вот каждая сторона будет вот так сшиваться чтобы одна часть виднелась получается с ну как звезда будет вот так она собираться как вам показать вот да вот один клинышек второй клинышек будет пришиваться и будут видны эти рисунки вот значит зайцев я вышила побегается и сейчас овечку вышиваю одну вышила и вот здесь будет 2 овечка здесь я тоже начинала вышивать какой-то дизайн с петушком хорошо что не вышел потому что мне бы не хватило основы петушка мы вышьем на какой-нибудь другом кусочке полно всяких отрезков вот такой у меня значит здесь процесс основа у меня здесь напомним урана 32 каут не по ключу по ключу нужна другая основа но я не хотела там искать что-то покупать вот у меня нашлась эта основа цвет мне очень понравился и я взяла эту основу ну и дальше пойдет у меня не не розовая мурана а такой цвет скажу называется цвет нуга наверное я забыла название но почти с розовым оттенком вот организация моя вот в такой коробочке все просто одни то кстати здесь очень много богатая комплектация по ниткам плюс же еще будет бисер пришиваться и когда я все выполнил бисер пришью вырежу кусочки я их буду обрабатывать вот таким вот клеем вот пермин специальный клей для обработки ткани специально его покупала вот именно под такие дизайны потому что был у меня опыт когда я стала сшивать собирать игрушку и у меня край стал сыпаться и в общем сложно было проблематично собрать поэтому я решила что такие игрушки вещи я все буду обрабатывать вот именно этим клеем он дорогой но он будет использоваться только вот для каких-то таких вот дизайнов но бисер я тоже не по ключу я выберу из своей коллекции бисера остатков подберу и тоже здесь конечно все это вышью дальше будет сборка буду вам показывать какие-то этапы делать тоже вот включение пока нужно вышить я не знаю как у меня пойдет эта неделя хотелось бы взять и полностью завершить это изделие ну посмотрим как пойдет в любом случае я хочу уже полностью завершить это изделие чтобы опять не откладывалась эта игрушка не моих начатыш их не ждала своего времени я уже настроилась взяла темп просто вот по времени у меня не получается как там много каких-то дел последнее время то документы я делаю это все так проблематично каждая организация настолько тебя и изматывает везде ждешь какие-то там проблемы технические вот ну и домашние дела вот это то что по процессу и сегодня ко мне пришла посылка моя большая с материалами к супер процессу сейчас все вам показываю супер посылка потому что это вот такой огромный пакет давайте откроем посмотрим что мне пришло как все упаковано я давно не открывала посылку на камеру сегодня такой день удачный давайте смотреть итак я открыла посылку все вытащила чтобы не шуршать было очень много пакетов и знаете все это вот замотана хорошо упаковано пакеты все шуршащие стала разбирать но поняла что я вас замочил шуршанием поэтому я все разобрала и буду вам показывать уже по порядку во первых хочу начать вот с такого календарика я думала не просто положили картон чтобы посылка не деформировалась но это не просто картон это календарь я вот так вот покажу чтобы вы увидели весь размер вот такая у нас здесь картинка это у нас скорее всего что-то вязаная да что-то вязаная может быть у них был какой-то фестиваль по повязаным изделиям потому что здесь вот я вижу имя женщины которая выполнила эту работу написано вот плекто вязаная или на все ему календарь 2022 года отрывной такой данные завода это люда бабочка переводится с греческого вот нитки дмс мы тут все данные вот если кому нужно обращаться на этот завод на магазин пожалуйста вот с обратной стороны вот так есть такая подвеска это вот штучка отгибается можно подвесить куда-то так как как петелька такая очень плотный картон хорошая печать можно тоже где-то себе повесить над рукавильным столом и вот календарь нужное дело потому что я вот в датах теряюсь особенно когда видео снимаю всегда забываю как какой день хорошо что есть календарь перед глазами я подсматриваю а то могу и месяц перепутать дальше из заказа из покупок основа которую я заказала лугана 25 каунт цвет называется гнилое яблоко ну это такой кораллово-розовый цвет очень приятный оттенок потрясающе я люблю вот вот такие вот цвета да как бы такого не чисто прям розовый но с розовым оттенком аккаунт большой 25 и тут конечно я взяла не под что-то специальное но цвет очень понравился можно сделать и салфетку и под вышивку но всегда что-то пригождается да вот я вот с одной стороны когда был период я много покупал и думала блин ну куда я столько все грибу и у сумасшедшие нужно становиться а вот сейчас вот то одно то другое пригождается я достаю какие-то аксессуары какие-то материалы и думаю какая молодец что я это все купила сейчас купить это все намного дороже сложнее там налоги и все сложнее вот тогда накупила все есть я прям радуюсь думаю молодец что накупила все есть вот значит взяла я отрез 70 сантиметров ширину а шаг в рулоне метр сорок вот у меня получается отрез 70 на метр сорок тут можно и салфетку сделать и там вышивки прикладушки в общем идей много цвет классный я буду я очень довольна этим приобретением и мне еще там понравился несколько оттенков я тоже когда-нибудь прикуплю их чуть попозже сможешь следующий месяц и надо все потихоньку дату я все сразу невозможно купить дорого-дорого все дорого что делать дальше купила вот такую коробку от дмс для ниток дмс у меня сколько четыре коробки есть да вот мне как раз не хватало 5 потому что есть и дубли нитки все не помещаются особенно мне сейчас много не так в процессе и постепенно процессы будут завершаться нужно будет раскладывать перематывать а место нет не помещаются уже нитки поэтому взяла именно вот такую коробку чтобы они все были одинаковые по размеру нитки дмс коробка где мы дмс вот нормальная цена можно будет еще наверное одну купить но тоже вот следующий раз я может куплю какую-то тканюшку еще одну коробку и потихоньку будем вот так организовывать все мои материалы которые еще недорганизованные на такой процесс знаете круговорот что-то начинается совершается организовываем перебираем как бы ну нам же надо себя развлекать нашими всеми этими аксессуарами и материалами также купила две покупки с бобинками пластиковые других не было тоже нормально я вообще люблю картонные картонные либо дмс а еще лучше гамма не такие плотные крупные классные ну вот что и что есть дату и купила тоже пригодятся потому что процессы вот будут завершаться и нужно будет нитки разбирать а бобинок уже кстати у меня осталось очень мало я ими пользуюсь то там осталось мне чуть-чуть поэтому вот две пачечки мне пока хватит что еще пришло покажу вам нитку перле ниточка перле которую я выбрала вот для птиц которых я буду вышивать да вот самих птиц я хочу вышивать этой ниткой никогда не пользовалась я и так посмотрела по карте цветов в принципе вот в одну ниточку крестиком вышивать будет нормально это меланж очень такая интересная ниточка сколько метров здесь я не нашла это убежала лишь нитка куда ты сколько метров я не нашла только написано 10 грамм я не знаю сколько здесь метров 10 грамм есть какая-то информация это не вот не видно нужно будет как-то поискать сколько тут метров и вот я сейчас достала все материалы и вот смотрите как хорошо это нитка сочетается вот с этой основой можно выше что-то какой-то хардангер какую-то салфетку вот этой ниткой у меня прям мне прям идея мне прям хочется вот что-то такое попробовать если мне понравится я еще куплю эту нитку я взяла одну на пробу посмотреть понравится как будет ложиться крестики вот такая нитка дальше я пока по маленьким пакетикам все высоких пакетиков у дмс симпатичненьких так а это не положили подарочек вот такой браслетик очень приятно молодцы девочки меня всегда балуют что-то не подкладывают какие-то какие-то такие штучки дальше смотрим а это вот такой большой пакет с конфетками вот вам витаминки весенние называются посмотрите какие яркие красивые здесь нитки нравится мне тоже это вот моих птиц под скатер да я вам показывала кто не видел это видео про скатерть и про выставку ссылка в инфобоксе инфобокс это под видео есть там такая кнопочка треугольничек вы нажимаете открывается информация и там разные ссылки информации мои координаты как вконтакте в инстаграме моим и в общем все что полезно я могу оставить этом оставляю заглядывайте заглядывайте вот там все есть вот цветов немного но каждого цвета я брала по пять мотков я думаю что мне даже не хватит но сразу брать больше накладно поэтому по 5 и будем смотреть очень красивые конечно нитки блестящие нужно будет все организовать будем готовиться к новому масштабному процессу представляете первый раз я буду делать такую большую работу дорожку это очень интересно дальше что еще нового из заключительных из последних моих покупок это наполнителя для игрушек не было у меня никакого наполнителя я всего думала что надо купить и у них как раз оказался наполнитель от прим это очень хороший наполнитель эко наполнитель для игрушек вот как вы видите 250 грамм нет он нужен для моей восьми конечной этой звезды садовой от жаснан ну и конечно же для всех моих без корнюшек игрушек и всего чего этом буду дальше вышивать это мне на всю жизнь практически да потому что 250 грамм его здесь очень много очень хороший наполнитель будем вот так сказать работать вот такие у меня покупки приобретения я очень очень рада пополнением моих запасов буду сейчас все это разбирать ну и конечно же хочется уже сесть и повышевать завершить мою не полностью завершить эту звезду но хотя бы вот четвертый элемент потому что я вроде бы и вышиваю но скорость маленькая и никак не могу дошить такие новости увидимся с вами в следующем включении и так суббота 19 февраля давайте посмотрим с чем я пришла к завершению этой рукодельной недели к сожалению планы мои не осуществились неделя опять получилась загруженная и я не смогла завершить мою звезду так как рассчитывала но есть продвижение давайте посмотрим фрагменты которые я полностью завершила покажу я вам их поближе это у меня основа напомню этому рано 32 каунт очень такой красивый зеленый цвет глубокий но не зеленый приятный зеленый цвет надеюсь камера будет правильно передавать цвет края я уже обработала клеем от пермин я вам его показывала специально покупала для всех этих мелких изделий его не видно но держит вроде бы очень хорошо и он практически без запаха хотя есть небольшой запах все-таки есть вышиваются эти фрагменты достаточно долго но у меня почему-то я думала что я потрачу всего лишь один вечер на изготовление вот такого квадратика но нет у меня уходит по два вечера представляете я не знаю сколько здесь по крестиком не считала ну вот как то так получается часто меняется ниточка работа кропотливая ну что вот видите вот эти все цветочки здесь много оттенков нужно аккуратно закрепляться может быть поэтому у меня процесс идет долго может быть потому что мне всегда хочется быстрее больше лучше да есть такой момент в общем вот это один такой фрагмент овечка по-моему это овечка должна быть вот так да вот так будем смотреть на эту овечку все фрагменты немножко разные отличаются они вот этим вот боковым узором и немножко отличаются вот эти вот треугольнички бордюр также я по краю уже обшила на шву для бескорнен для сшивания вот еще вот такой вот с зайчиком 2 зайчиком 2 с овечками они будут сшиваться напомню вот так может быть кто-то не в курсе вот таким образом они будут сшиваться мы будем видеть на ребре этот узор а сбоку у нас будут виднеться вот эти вот рисунки зайчики овечки то есть вот так это будет все собираться вот каким-то таким вот образом да и она будет вот так открытые лучики звезды чтобы мы могли видеть рисунки вот зеленые квадратики у меня полностью уже готовы откладываем их в сторону я приступила к розовым и вышло только один я почему-то думала что я действительно очень больше но вот розовый получается еще даже насыщеннее чем зеленый потому что здесь вот эти вот цветочки к примеру они очень богатый по цветам о зашивке база здесь тоже часто меняется не только всего так по три по четыре крестика вот он зайчик зайчик просто вышивался такой интересный красивые сюжеты очень приятные но действительно трудоемки я думаю что будет быстрее вот и честно вам скажу немножко я уже подустала от этого процесса вот этого дизайна и хочется немножко сменить ему что-то другое начать вышивать но с другой стороны осталось уже чуть-чуть осталось всего три фрагмента плюс сборка плюс у меня покажу вам свою организацию мобильную здесь очень много не так причем это не все нитки часть у меня еще лежат вот вышивки их просто не не переложила сюда здесь много-много не так и конечно хочется завершить процессы разобрать нитки чтобы они тоже не томились не лежали уменьшить как-то количество этих пакетов с процессами я думаю конечно будет более благоразумным просто взять и завершить вот и ну наверное я так и сделаю я сначала думала что но я уже все вышью и потом уже сниму видео но с другой стороны ну ладно как вот у меня получается рукодельная неделя так и буду вам показывать буду делиться что успела дан как вот как он происходит вот поэтому на этой неделе у меня вот такие успехи на следующей неделе мне уже обязательно нужно дошить вот три вот этих квадратика плюс нужно будет сделать сборку для сборки у меня практически все есть единственное не хватает одного элемента по моему я еще раз пересмотрю видео фотографии по моему вот когда мы собираемся вот эти лучики вверху должно быть какой-то как металлический такой как же он называется вот когда вот знаете на есть на шнурках такой закрепитель металлический который будет одеваться на все эти лучики как бы их собирать вот мне нужно будет уже поехать посмотреть какую-нибудь такую вещь найти если существует если нет ну наверное буду делать как-то ниткой лента не знаю я вот этот момент еще не продумала вот в принципе для сборки звезды и всего основного у меня все есть а вот для какие-то вот эти вот штучки вверху одна она точнее у меня ее нет и будем думать да буду думать что делать вот такие у меня новости на этой неделе на этом в общем то и все хочу пожелать вам хорошего настроения до новых встреч и всем пока пока